Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня, 10 сентября, отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. Давайте поговорим на эту тему. Значит, известно, что от самоубийств в мире погибает больше людей, чем в войнах. Почему люди совершают самоубийство? Потому что они чувствуют себя жертвами. Я говорил о том, что для меня главный философский вопрос наших дней – это как перестать быть жертвой и стать хозяином своей жизни, стать победителем. Это главный философский вопрос. И таким образом предотвратить и самоубийство. Но дело все в том, что из людей делают жертв. Я об этом тоже много говорил. В семье, в школе. Политика. Политики из людей делают жертв. Ну, про школу я записал ролик, в котором рассказал о том, что такое школа на самом деле и каковы ее настоящие цели. Цель ее – это формирование марионеток и невротиков. Конечно, марионетка и невротик будет чувствовать себя жертвой. Политика. Ну, это уже очевидно для всех, по-моему, да, что политика формирует жертв, делает из людей жертв. Ну, самые яркие примеры – это когда… Но такие вопиющие – это войны, конечно. Политики развязывают войны и стравливают людей. И люди гибнут, да. А почему это происходит? Потому что люди хотят убивать и быть убитыми. А кто этого хочет? Опять же жертвы. Потому что жертва не выбирает свое поведение. Она чувствует, что вот она вынуждена так поступить, да. Вот. Чтобы либо спасти, либо наказать. Вот. Значит, масс-медиа то же самое. Религия делают людей жертвами. Огромный поток информации ненужной, негативной, негативной, которая к жизни каждого отдельного человека отношения не имеет. Религия. Религия тоже из людей делает жертв, внушая им мысль об их греховности, об их неполноценности, по сути, да. О том, что надо, так сказать, каяться все время, ощущать собственные изъяны несовершенную природу и заниматься самоумолением, самоуничижением. Ну и... Ну а кто эти лидеры этой религии? Кто ее... Кто ее герой, это жертвы. Жертвы, да. И так далее. Ну, шоу-бизнес, то же самое. Нам крутят одни и те же песни. Послушайте песни. Часто это песни, написанные шизофрениками, написанные людьми с расстройством личности, написанные... Но, кстати, я хочу сказать, что шизофреники могут писать и очень хорошие песни, очень светлые тексты, и они потом удивляются сами себе, не ожидая от себя такого, потому что мышление обычно у шизофреника негативное, а вот иногда бывает такое прояснение сознания, что вот эти люди даже... Ну, бывают шокированы с собственным же каким-то позитивом и внутренним светом. Шоу-бизнес, то же самое. Посмотрим. Это тексты бессмысленные, дурацкие, дебильные и часто разрушительные. Разрушительные слова, разрушительная музыка. Вот мне психически больные люди присылают музыку, которую они слушают. Это ужас. Это кошмар. Просто кошмар. Это адский ад. И эта музыка, она транслируется, и она доступна. и так далее, и так далее. Это, ну, понятно, экономическая обстановка. То же самое. Экономическое рабство. Люди работают, работают и работают. Не имея, даже некоторые не имеют возможности отдыхать на двух-трех работах, чтобы обеспечивать и себя, и семью, и создавать благо для себя. То есть, накапливать что-то, накапливать благо, там, квартиры строить, дома и так далее. Опять же, ум наш, наша цивилизация, эта цивилизация ума, построенная на сравнении. Больше-меньше, лучше-хуже. И вот эта гонка, вот эти крысиные бега, они тоже приводят к тому, что человек теряет вкус жизни. Он впадает в депрессию, появляется ангидония, неспособность получать удовольствие от жизни, радоваться. И возникают суицидальные мысли. Наконец, наша собственная природа, это эго, которое очень сильно мешает политике. Что бы они ни говорили, как бы хорошо они ни говорили поначалу, но они поступят все равно выгодным для себя образом. И сколько раз мы это видели, уже видели и увидим, и те наивные люди с наивными ожиданиями, конечно, они будут разочарованы, они испытают сильные негативные эмоции, что тоже будет подрывать их психическое здоровье, заставляя чувствовать себя жертвами и так далее. Еще важный момент – это то, что у каждого разная степень разумности, и то, что большинство людей живут эмоциями. Эмоции – это путь в тупик, в никуда, в пропасть, путь к самоубийству. Эмоции исключают результат, исключают спокойствие, исключают любовь, исключают благополучие, исключают выбор своего поведения. Это так называемый треугольник Армана. Ну и можно еще называть невежество. Люди невежественны от природы, и мало кто делает что-то для того, чтобы стать мудрыми, преодолеть это невежество, обрести знания. Мало кто занимается самопознанием, работой над собой и так далее. Вместо этого есть ведь еще такое явление, как конституционально ограниченные люди. Я об этом тоже много говорил. И очень грустно видеть таких дураков. Я вот сегодня общался с таким дураком, но вот никак не объяснить, не понимает, что он является причиной своих проблем, что в нем все дело. И вот он бьется и бьется головой об стенку. Конституционально глупый человек. Тоже тяжелый человек. Он создает проблемы для себя и для других. Но с ним вот никто не хочет иметь дело. Он не понимает, почему так происходит. Он ищет какой-то алгоритм. Он ищет, что надо сделать, чтобы его полюбили. Это неправильно. Но он не понимает этого. Он не понимает, что надо менять себя, что надо работать над собой. И вот такие тяжелые люди, люди с психическими расстройствами, с расстройствами личности, невежественные, невротики, марионетки, жертвы, жертвы пропаганды, жертвы религиозной, религиозного зомбирования и так далее. То есть мы живем в обществе, в мире жертв. И популярность, в частности, христианства, она связана именно с тем, что ее главный, главный, так сказать, герой этого христианства, жертва, принес себя в жертву. Вот в чем популярность, на мой взгляд. Поэтому замкнутый круг, тупик. Но вот есть очень хороший взгляд на нашу цивилизацию, христианскую, европейскую, скажем, индийских философов. Вот, например, Джиду Кришнамурти. Я его всем рекомендую читать, слушать, этого оригинального, мудрого человека. Ну и, конечно, индийская философия очень полезна. И я... Мой умственный взор устремлен именно туда, к индийской мудрости. Значит, жертвы, да? Вот поэтому самоубийство. Плюс традиция. Традиции, например, ну вот, скажем, употребление алкоголя. Алкоголь – это яд. Алкоголь – это убийца мозга, печени и так далее. Вот. Употребляют его. Алкоголь – это депрессант. Табакокурение. Наркотики. Вот. Химическая зависимость, да? Есть поведенческая зависимость. Это переедание. Обжорство. Это игровая зависимость. Это любовная зависимость, когда мужчина слишком зависит от женского внимания. Или женщина слишком зависима от мужского внимания. Это тоже зависимость, проблема, которая может привести к суицидальным мыслям, к ощущению себя жертвой. Поэтому надо работать над этим. Поэтому не быть жертвой. Не быть. Ну, про здоровые отношения – это тема хорошая, отдельная. Вот. Но часто отношения соцзависимые, нездоровые. И вообще такое вот наше общество, наша цивилизация – сада, сада мазохистская. Мы сада мазохисты. Мы любим страдать и любим причинять боль другим людям. Итак, проблема боли и страдания приводит к ощущению себя жертвой и к суициду, к самоубийству. Люди эмоционально не защищены. Мы не защищены эмоционально. Поэтому вот такие, такой феномен, как добровольная социальная изоляция как раз и связано с желанием защитить себя от негативного влияния других людей, от негативных эмоций других людей. Вот. Об этом тоже, ну, кое-кто говорит. Ну, так я... Ну, понятно, что политика – это не про это все. И они, наоборот, способствуют самоубийству. Но давайте мы скажем об этом, что мы живем в обществе, которое не является эмоционально безопасным. Элементарно. Нас могут послать, оскорбить, унизить, обругать, да, накричать на нас и так далее. Есть люди, особенно трудно людям гиперчувствительным, сверхчувствительным людям сложно. Понятно, что бытлу все легко, как бы, и такие, там, как-нибудь, хабалка, тут, кстати, очень много среди туристок-хабалок вот из Восточной Европы. ладно. Значит, эмоционально небезопасная среда у нас. Вот. Самые незащищенные – это дети, естественно, поэтому детский уровень детских самоубийств очень высокий. и среди мужчин очень много самоубийств. Вот. Мужчины не умеют выражать чувства свои. В отличие от женщин, те же, женщины более эмоциональные – молодцы. эмоции. Но не всегда они правильно эти негативные эмоции снимают. Конечно, часто это перенос. То есть, это такая форма самообмана – перенос, когда вот кто-то более влиятельный, да, авторитетный, сильный, человека унизил, а человек пришел домой и унизил тех, кто от него зависит. Потому что он не мог ответить человеку, от которого тот зависит. Вот. Зависит сам. Вот. Вот это. И это называется перенос или цепочка зла. Вот это все. Потом, конечно, проблема у нас в психологической культуре абсолютно безграмотная. Абсолютно. Я, чем больше я изучаю психологию, тем больше я понимаю, насколько люди безграмотные психологически. Это атас, это тушите свет, это катастрофа. У нас психологическая катастрофа на самом деле происходит. Вот. Ну и на человеческую жизнь наплевать. Это вот такое социальное безразличие. А мы наблюдаем и тоже и нелюбовь. Вот нелюбовь еще. Человека не учит любить себя. Самые самые главные враги детей это их родители получается, которые не учат их любить себя. И вот это закладывается все с детства. Нелюбовь к себе. И человек занимается медленным самоубийством. Вот. Есть люди, которые антидепрессанты запивают алкоголем. И так далее. И так далее. Сами себе создают проблемы. Но это они просто отрабатывают родительский сценарий, который называется «Не существуй». Вот вам родительский сценарий. Понятно, что общество безразлично и к людям, и к детям особенно. И эмоционально небезопасная среда, люди в общем шокированы, шокированы поведением друг друга и своим собственным тоже подчас. хотят подальше держаться и не вмешиваться. Ни во что. Ну вот мы и получаем монстру таких самоубийц, которых воспитывают. Значит, что делать? Нет такого вопроса, что делать и кто виноват. Значит, для взрослого человека. Взрослый человек действует. Кстати, не случайно. Вот девиз всемирного дня предотвращения суицида, вселяя надежду через действие. Поэтому мы не говорим, это праздный вопрос, что делать. Мы говорим, что делать, делать, действовать, становиться активным, занимать активную жизненную позицию, становиться проактивным человеком. раз. И второе, это перестать быть жертвой. Самое главное, перестать быть жертвой. Вот я этому учу. У меня есть рассылка, я больше не жертва. У меня есть рассылка, как полюбить себя, у меня есть консультации, есть программа трансформационная психотерапевтическая тридцатичасовая. Вот, пожалуйста. Это для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Все сводится к нашим мыслям, к нашим убеждениям, к нашему восприятию. все мои рассылки психотерапевтические, все они хорошие. И я считаю, что необходимо погружаться в психологию и философию в ее психотерапевтическом аспекте. Мы тут с вами об этом говорим, о психологическом измерении философии, о когнитивной психологии говорим. И тогда все получится. Все получится. Тогда вы поменяете роль жертвы на роль победителя. Вот чего я всем искренне желаю, поэтому выход есть. Выход есть. Но полагаться вы можете только на самих себя, только на свой интеллектуальный потенциал и на свою душу, на свою экзистенцию и на свое желание изменить свою жизнь к лучшему. Добиться всего, взять от жизни все и стать победителями, успешными людьми. Успех это когда вы не ощущаете себя жертвой. Успех это когда вы любите себя. Успех это когда у вас нет страхов, нет никаких разрушительных мыслей и чувств. Успех это когда вы занимаетесь любимым делом. Успех это когда вы живете своей собственной жизнью. Так вот, люди, у которых нет собственной жизни, всегда вмешиваются в чужую. Так вот, все, что я перечислил, все эти структуры, организации, учреждения, вся система, она отвлекает вас от вашей собственной жизни. Они не хотят, чтобы вы жили своей жизнью. Они не хотят, чтобы вы были успешными, чтобы вы развивались, чтобы вы были счастливыми. Это невыгодно им. Они хотят делать из вас жертву. Поэтому вы вмешиваетесь в чужую жизнь, вы живете чужой жизнью. Вот смотрите новости, или там телевизор, смотрите разные ток-шоу, вы живете чужой жизнью. Это не ваша жизнь. Ну какая разница, у кого там что происходит. Какое мне до них дело? У меня на себя времени не хватает. Мне времени жизни не хватает на то, чтобы жить своей жизнью. То есть осуществить все, что я хочу. Я не буду интересоваться другими людьми. Чужой жизнью мне не интересна. Не тех я не буду интересоваться жизнью тех, кого я знаю. И тем более жизнью тех, кого я не знаю. Мне абсолютно не интересно, чем живут артисты, звезды, там разные политики и так далее. Они мне просто не интересны их жизни. Потому что у меня своя есть жизнь. и вот когда вы живете чужой жизнью, забыв про свою, вы конечно вам конечно захочется вы жертвы, вы уже жертвы, вам конечно захочется самоубиться. И вот вся система, я об этом говорил, когда я слушаю там религиозных деятелей, или там общаюсь с ними даже с разными с какой-нибудь молодежью религиозной из разных конфессий, или слушаю там разных высокопоставленных духовных деятелей, и мне хочется самоубиться. Когда я слышу политиков, мне хочется самоубиться. Когда я почитаю новости, мне хочется самоубиться, понимаете, это все против, это все разрушает психику. Когда я слышу, как люди общаются между собой, мне хочется самоубиться, потому что они не мыслят. Люди одебиленная масса, обыдленная масса. Это страшно, это приговор обществу нашему, но у них бесконечная пассивная агрессия в виде мата и ограниченные умственные способности. С ними не о чем говорить. Я когда слышу умных людей, мне скучно, а уже когда дебилы говорят, это просыпается желание самоубийцы. Поэтому как можно предотвратить самоубийство, всемирный день предотвращения суицида, но только занявшись собой, своим делом, полюбив себя и начав жить своей жизнью, собственной жизнью, своей жить. Что делает человека счастливым? Вот как Иван Бунин писал, любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Так что любовь, научиться любить себя и потом и встретить любовь, конечно, тоже, но когда вы любите себя, вам очень легко уже видеть людей. Любовь это то, что дает видение. Вы просто будете видеть людей насквозь глазами любви, и вы поймете в ком, что есть, а что нет. Любовь как такой прожектор, он свет проливает на все, на эту тьму, и вы сразу увидите все, все недостатки, все проблемы. Уже легко. Для этого вот любовь делает человека счастливым, да. Взаимная плюс взаимная любовь, конечно, конечно. Дальше, интересная работа, любимое дело. Стратегически правильно выбирать любимое дело, даже если сейчас оно не приносит дохода большого или маленький доход приносит, или вообще не приносит, выбирайте стратегически верно выбрать любимое дело, и потом поднатарев в нем, развив его, мы знаем правило десяти тысяч часов, да, вы добьетесь успеха обязательно, и оно вам будет приносить доход, и, конечно, возможность путешествовать, вот я уже сколько, восемь дней нахожусь на Крите, но я наслаждаюсь, наслаждаюсь солнцем, морем, прогулками, видами, купанием, вот, купаюсь, загораю, все включено, ну, потрясающе, и нахожу даже интересных людей, так что может быть у меня может быть получится сделать интересное интервью, я как мастер интервью, да, вот, посмотрим, если человек согласится, то сделаем интервью с ним, интересно, значит, путешествовать, вот, увидите этот мир, да, вот я на Крите, кстати, вот песня, сегодня я опубликовал клип, вот, только лето придет, я совершу свой полет, так вот, эта песня стала самосбывающимся пророчеством для ее авторов, для меня, как для автора стихов, я оказался на Крите, и вот там есть, и для автора музыки, и исполнителя, Сергея, Кокая, он слетал в Таиланд, там есть такая строчка, первая на Багамы, в Таиланд, на Крит, так что, вот мы, смотрите, пророческие песни, пророческие стихи у меня, ну что ж, благодарю вас, всем желаю крепкого здоровья, самое главное мое пожелание, никогда, ни при каких обстоятельствах, не чувствуйте себя жертвой, и если вам нужна помощь, обращайтесь обязательно, вот самоубийств больше среди мужчин, мужчины, не бойтесь обращаться за помощью психологической, не бойтесь чувства проявлять, не бойтесь плакать, я плачу иногда, вот, над песнями, выражайте эмоции, это нормально, это хорошо, это выражение эмоций, вот, не бойтесь быть слабыми, это не слабость, это, слабость, это не слабость, да, слабость, это сила, когда вы можете себе позволить быть искренними, чуткими, нежными, ранимыми, да, мы все ранимы, но я вижу это, просто все уязвимы и ранимы, есть, я говорил про детские психотравмы, которые неизбытны, да, вот, у каждого есть триггеры свои, и такие вот ахиллесово, пита, да, слабые места, так вот, не надо бояться быть слабым, не надо, то, что человек это скрывает, это не значит, что у него нет слабостей, это не значит, что он нераним, я вижу, например, в людях это, ну, вижу насквозь людей, я вижу их слабые места, я вижу, в чем их раны, я вижу ранимость у мужчин, да, ранимость, и чем брутальнее мужчина, тем он ранимее, и тем легче его спровоцировать и вывести из себя, и ударить, так вот, да, задеть, ударить по самому больному месту, я имею ввиду, ударить как словесно, конечно, вот, но они это скрывают, надевают такую броню, такую маску, да, брутальных самцов, а на самом деле они очень уязвимы, очень, я это знаю, просто я и с такими общаюсь тоже, ну, как общаюсь, и мое общение, оно в рамках консультации все проходит, да, потому что вне рамок консультации я стараюсь просто время все о себе посвящать, потому что у меня миссия, у меня слишком много целей и задач, планов, мне надо многого, много еще успеть сделать, так что вот, про общение, это имеется ввиду консультирование, вот, что я хотел бы сказать на эту тему, так что благодарю за внимание, и буду рад с вами познакомиться лично, на консультациях, обращайтесь, записывайтесь, и встретимся, и все, проработаем все ваши запросы, проблемы, и не будем жертвами, самое мое главное пожелание не быть жатвой, а вот как не быть жатвой, я вас научу с удовольствием, и вы не будете уже жатвой себя чувствовать, будете победителями, будете хозяевами своей жизни, этому вас в школе не научат, эта матрица этому не учит, система этому не учит, наоборот, система хочет сделать из вас жатую, уже сделала или делает, а научат вас вот такие люди, как я, которые это вызов системе, это вызов системе, нашей системе власти и подчинения, это вызов, это желание не быть жатвой, желание жить, быть счастливым, любить, быть свободным, жить легко, красиво, свободно, жить своей интересной жизнью, благодарю за внимание и до новых встреч, встречу.